всех идеях я часто рассказываю на своей первой обновленной ступень эзотеристской школы кайлас проходите мою эзотеристскую школу кайлас обновленную версию там полностью видоизмененного и подача информация как раз адаптированная к 2024 году это совершенно новая ступень с совершенно новыми идеями это как прочитать много много томов эзотерики и быть на вершине самой индивидуальной самой восхитительной самой быстрой эзотерики эзотерики полета человека над землей то есть хотите себе крылья хотите чтобы жизнь ваша была пульсирующим быстрым видом или чередой событий самых удивительных прекрасных красивых хотите изменить себя и своих близких тогда начинайте именно с этой ступени с основы эзотерики далее я не хочу никого обучать на самом деле мое желание поделиться вам с вами персональным опытом и когда я говорю там вот так или так то я не говорю что именно так нужно это просто мой опыт и я даже хочу вам сказать что я ни при чем я бы не хотел вас там подталкивать к изменениям заставлять его что-то делать или что как хотите это вообще не мое дело вот я сегодня сказал там о том что нужно как-то жить нужно как-то жить чтобы быть счастливым по моему мнению человек может так жить чтобы быть счастливым но дело в том что это мое мнение а я уверен что этот мир он не разделен только на таких людей как я он разделен на таких людей как я у которых есть одни ценности кстати я очень часто горжусь тем что у меня другие ценности отличающиеся от ценностей тех людей которые мне пишут потому что очень часто те люди которые мне пишут пишут там ты такой или там а вот и так и я просматривая их жизни или просматривая их аккаунты могу сказать что у них такие ценности что даже у меня возникает гордость что они меня не любят да мне возникает гордость я рад от того что есть такие люди с такими ценностями которые никогда не приклеятся ни ко мне не к моей школе что такое ко мне не приклеится это говорит о том что я все-таки хороший человек видимо уже да а раньше приклеивались люди добровольно очень часто выбирают для себя путь одни люди выбирают путь страданий другие люди выбирают для себя путь радости я в свое время тоже выбирал путь страданий и тонул бесконечно всем жаловался на всех был злым злым всех ненавидел всему завидовал и этот путь он нельзя сказать чтобы у меня не было денег у меня очень хорошая цифровая мандалы или цифровая карта в жизни мне как-то повезло и с финансами и с умом и с хорошим рождением и со всем остальным но не повезло с характером характер был очень такой властные жесткие и всегда всему там то завидовал то мне бесило то это раздражало то бурчал и вот в возрасте уже 30 лет имею уже и квартиру и в общем-то и отношений и все остальное я замучил всех подша бурчал на всех и вот знаете я могу сказать через призму своей жизни свои достижения нет они не касаются материального благополучия хотя с этим тоже хорошо моими достижениями является то что я нашел для себя возможность радоваться жизни я нашел возможность находить возможности радости находить возможности ощущения того что я живу и мне нравится удивление мне нравится это большое счастье обучаться большое счастье что-то делать большое счастье интересоваться большое счастье читать и спать и большое счастье медитациями заниматься и и большое счастье стремиться к чему-то, и большое счастье иметь учеников, и большое счастье что-то писать для кого-то, большое счастье понимать, что ты можешь подарить часть своей жизни и часть своей судьбы, и быть кому-то полезным. Это большое счастье знать это, знаете. Вообще, и иметь огромное количество друзей, ведь у меня сотни тысяч друзей. Все люди, которые на моем канале, все не накрученные, это все настоящие люди. И из-за того, что это настоящие люди, ну хотя бы 10% из этих людей являются моими друзьями. А это добрых 60 тысяч человек. Это большое счастье, что есть у меня друзья. Я вас считаю друзьями, и это большое счастье. Хотите одно из правил материального благополучия? Одно из правил материального благополучия звучит так. Чем больше у тебя друзей в твоей жизни, тем ты будешь богаче. Поэтому одна из систем или возможностей увеличивать для себя материальное благополучие не стремится к тому, чтобы зарабатывать, а стремится к тому, чтобы или о тебе, или тебя, или с тобой хотело быть знакомое большое количество людей, или знали о тебе. Именно поэтому и существует YouTube, где можно о себе сказать или высказать свое мнение. Существуют социальные сети, где мы занимаемся ничем другим, как просто постоянно ищем друзей и хотим с кем-то дружить. Как люди, которые хотят кого-то поддержать, быть для кого-то полезными. И вот таким образом, как сказал Иисус Христос, дарить свою любовь братьям и сестрам. Поэтому, а вы мне друзья, надеюсь, что да. Поэтому в тот момент, когда закончится данный вебинар, обязательно подпишитесь на мой канал, обязательно добавьтесь мне в друзья и обязательно напишите свой комментарий под данным видео. Ищу.